Простите Я стараюсь не шевелиться, чтобы она не повторилась. Что вы хотите? Я Сокольский. Пришел по поручению своего брата, Крюкова Василия Викторовича, который... Я знаю, знаю, Крюкова. Так вот, дело в том, что ваш отец... О, Господи, садитесь. Я не люблю, если надо мной стоит что-нибудь большое. Хорошо. Так вот, дело в том, что ваш отец покупал этой зимой у нас овес и занял сумму под Викселя. Срок Викселя мы стекаем через неделю, но я хотел бы вас попросить. Вы не могли бы уплатить этот долг сегодня? А на какую сумму Викселя? 2300 рублей. У меня после смерти отца столько ненужных трат и хлопот. Просто с ума сойти. Прошу покорно мне ехать за границу, ко мне пристают со всякими глупостями. Водка, овес, Викселя, проценты или, как говорит мой приказчик Пурченко, просто с ума сойти. Вчера просто прогнала акции снова. Пристает ко мне со своим тралисом. Я говорю, подите вы к черту с вашим тралисом, я никого не принимаю. Поцеловал руку и ушел. Послушайте, может быть ваш брат может подождать месяца два-три. Ну, понимаете, брат может и подождать. Я не могу. Возникла такая смешная ситуация. Непременно нужно пять тысяч. Ой, ну полноте. Ну, на что молодому человеку деньги? Прихоть, шалости. Ну, что вы там? Ну, прокутились, проигрались, женитесь. Ну, с последнего угадали. Ой, я не понимаю, зачем молодому человеку жениться? Жизнь так хороша. А они... У каждого свой взгляд, я думаю. Я не спорю. Вы женитесь на бедной и пострастной любви? Нет. А почему вам нужно непременно пять тысяч, не четыре, не три? По закону офицер не может жениться до двадцати восьми лет. Либо уходи со службы, либо уноси взнос пять тысяч. Ха, понимаю. Слушайте, вот вы сейчас сказали, что у каждого свой взгляд. Я не спорю. Может быть ваша невеста какая-то особенная, замечательная, но я на свете живу уже, слава тебе, господи, двадцать семь лет, еще не встречала ни одной сносной женщины. Они все ломаки, кривляки и безнравственные лунья. Согласен. Я возле себя не держу никого, кроме горничных и кухарок. А так называемых порядочных женщин я на пушечный выстрел к себе не подпускаю. Они сами ко мне не лезут. Если ей нужны деньги, она сама не поедет, она мужа пошлет. И не из гордости нет, она боится, чтоб я и сцены не сделала. И я отлично понимаю эту ненависть, ведь я же выставляю на показ то, что они прячут от Бога и людей, ну как же тут не ненавидеть. А вам, наверное, про меня уже с три короба наговорили? Нет, я тут проезд. Я по глазам вижу. А что, жена вашего брата не снабдила вас на путьстве? Отпускать молодого человека к такой ужасной женщине не предупредить. А как ваш брат? Он у вас молодец. Очень красивый мужчина. Что? Я его в обед не видела. Не надо на меня так глядеть, да? Я бываю в церкви. Для образованного человека важна не внешность, а идея. Бог он у всех один. Удивительно, как вы не похожи на вашего брата. Нет, вы красивые. Просто ваш брат гораздо красивее. А мы двоюрные. А, понимаю. Так вам непременно сегодня нужны деньги. Да. А почему именно сегодня? Срок БО отпуска заканчивается сегодня. А, понимаю. Что же мне с вами делать? Ну так уж и быть, дам вам денег. Что? 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 Маша. Да. Ничего. Ну хорошо, хоть так. Лучше красота, чем ничего. Впрочем, никакой красотой женщина не может отплатить мужчине за свою пустоту. Оригинально? Вы сама женщина, а такая женофобка? Ха. Разве ж я виновата в том, что Господь создал меня в такой оболочке? Я в этом виновата ровно столько же, сколько вы в том, что у вас на лице растет щетина. Не от скрипки, знаете ли, зависит выбор путляра. Я себя, конечно, очень люблю, но когда мне постоянно напоминают о том, что я женщина, я начинаю себя ненавидеть. Сейчас я заплачу вам денег, а потом, если хотите, накормлю вас завтраком. Две тысячи триста. После такого гешефта вы с аппетитом покушаете. Так. Вам нравятся мои комнаты? Взнешние дамы утверждают, у меня пахнет чесноком. Смею вас доверить, что чесноку я не держу даже в погребе. Этой кухонной остроты исчерпывается все их остроумие. Однажды ко мне приходил доктор, от которого пахло чесноком, так я ему сказала, берите вашу шляпу, идите глубухать куда-нибудь в другое место. Пахнет у меня не чесноком, а лекарствами. Отец полтора года пролежал в проличе и все продушил лекарствами. Вы себе представляете, полтора года. Нет, мне его, конечно, очень жаль, но слава богу, что он умер, как он страдал. В этом портфельчике четверть моего состояния. Посмотрите, какой он пузатенький. Господин кредитор, пожалуйте на сцену пикселя. Да, да, сейчас. Ой, какая в сущности ерунда эти деньги. Но как любят их женщины. Как любят их женщины. Вы знаете, я еврейка до мозга костей, без памяти люблю всяких шмули и яки. Но что мне противно в нашей симметической крови, так это жажда к наживе. Копят, копят, сами не знают на что копят. Надо же жить и радоваться, а они боятся потратить каждую копейку. Вы знаете, я в этом отношении больше похожа на гусара, чем на шмуля. Я терпеть не могу, когда у меня деньги долго лежат на одном месте. Вообще, вы знаете, очень мало похоже на еврейку. Вот только акцент меня выдает. Нет, вы говорите чисто. А сколько бы еврея не пытался кончить всегда русского или француза, заставьте его сказать слово «пух ты кон скажет вам пех». А я говорю четко. Пух. 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 Я не пришла к мнению, кроме русских и французов нет ни одного порядочного навыка. Возьмем языки. Немецкий язык. Лошадиный. Английский. Ничего глупее придумать нельзя. Fight, beat, use. Итальянский. Хорошится говорить о нем медленно. Но послушайте итальянских чечеток, это тот же еврейский жаргон. А поляки? Боже мой, господи. Нет противней языка. Не перчи поросёнком Пётр перцем, а ты можешь переперчить поросёнком мясом. Вы издеваетесь? Да-а-а. Отдайте вверх себя. А-а-а-а! А-а-а-а! Вы издеваетесь? Нисколько. И как вы приходите понимать? А понимаете, как хотите. Вот только не надо читать мне мораль. Сама знаю, как жить. Вы не отдадите. Нет, были бы вы бедные, что он кушать нечего. Тогда другое дело. А то жениться он захотел. Хоть жить, оставайтесь нечего сильнее.